МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. Изменения в закон о социальной поддержке детей-инвалидов, кадровая политика администрации Ненецкого округа, а также итоги деятельности за 2020 год в региональном парламенте состоялась 33-я сессия. Расскажем об итогах. Перебрал с горячительным, рискуешь оказаться в отрезвителе. Только за 2020 год приют на базе КЦСО посетили более 700 человек. Причем некоторые не по одному разу. В нашем эфире расскажем, как помогают тем, кто выпил лишнего. В хоккее играют настоящие мужчины. В Ненецком округе стартовал 10-й сезон ночной хоккейной лиги. Накануне на льду встретились команды Трут и Арктика. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В региональном парламенте состоялась 33-я очередная сессия. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся в том числе внесения изменений в закон о социальной поддержке детей-инвалидов, кадровой политике администрации Ненецкого округа, а также заслушали отчеты о деятельности за 2020 год. Далее все подробности. Из 12 вопросов, значащихся в повестке 33-й сессии регионального парламента, четыре были отчётными. О деятельности за 2020 год рассказал представитель регионального управления Минюста. Доклад представила ей председатель счётной палаты Ненецкого округа Елена Сопочкина. Так, в прошлом году ведомство провело 128 мероприятий, в ходе которых были выявлены нарушения на сумму 434 миллиона рублей. Об итогах за ушедший год отчитался и исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Ненецкому округу. Сергей Сахаров сообщил о снижении уровня преступности на 3%. Количество административных преступлений уменьшилось на 21%. Также представитель правоохранительной структуры предложил усилить работу по профилактике нарушений со стороны подростков. От ОМВД поступило предложение, в том числе и к законодательной власти. Это увеличение штрафов, это может быть проведение работы с молодёжью устной. Но, тем не менее, нам необходимо этот вопрос решать. Я думаю, что на протяжении ближайшего времени мы с ОМВД эту проблему устраним. Расширенный доклад об итогах деятельности за 2020 год представил и председатель регионального парламента. Так, в прошлом году состоялось 12 сессий окружного собрания, в том числе две внеочередных, рассмотрено 145 вопросов, принято 82 закона округа. Я предложил фокусироваться на тех вопросах, которые носят у нас, может быть, долговременный характер и которые трудновыполнимы, особенно в рамках, скажем так, одного субъекта. И поэтому я считаю, что здесь надо работать с федеральным центром. И вот это то, что у нас последние годы начало получаться. И средства, которые мы оттуда получаем, они, конечно, помогают нам решать те насущные задачи, которые стоят перед регионом. Есть другие проблемы, которые остаются у нас постоянно в поле зрения. Это, конечно, социальная сфера, образование, здравоохранение, строительство, ЖКХ. Это всегда мы об этом говорили, говорим и будем говорить. Одной из важных тем, обсуждаемых в ходе сессии, стал вопрос о расширении мер поддержки детей-инвалидов. После внесения поправок в окружной закон им будут оплачивать обучение в специальных образовательных организациях не до 18 лет, а до окончания учебы. Такое решение депутаты приняли на основании обращений от родителей. Мы не смогли остаться в стороне от проблем таких семей, и депутатский корпус принял решение поддержать такие семьи. Это касается детей, которым исполнилось 18 лет, но в силу федерального закона им не полагалось оплачивать проезд за пределы округа. Обучаются эти дети за пределами округа, потому что у нас нет специализированных организаций. И согласно этому закону сейчас такие дети смогут воспользоваться, родители этих детей смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Также в ходе сессии законодатели утвердили представленные главой региона кандидатуры действующих вице-губернаторов. В ходе обсуждений парламентарии согласовали назначение Андрея Блащинского на должность заместителя губернатора, руководителя аппарата региональной администрации. Кроме того, одобрение получили претендующие на должность вице-губернаторов Николай Миронов и Наталья Сидорова. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин, Телеканал Север. Накануне очередной сессии собрания депутатов Неневского автономного округа глава региона встретился с окружными депутатами. Губернатор и парламентарий обсудили общую повестку дня, приоритетные направления в работе в 2021 году. В ходе рабочей встречи губернатор Неневского автономного округа проинформировал депутатов о текущей эпидемиологической ситуации в регионе и о вакцинации от заболевания коронавирусной инфекцией. Пока в округе сохраняется режим повышенной готовности со всеми вытекающими мероприятиями по профилактике распространения COVID-19. В случае улучшения эпидобстановки будут приниматься меры по ослаблению отдельных ограничений. На встрече также говорили о привлечении инвестиций в округ и о создании рабочих мест для местных жителей при реализации инвестпроектов, а также подготовке специалистов по востребованным специальностям в окружных СУЗах. Сложный вопрос для округа – обеспеченность квалифицированными кадрами. Этот вопрос глава региона предложил депутатам включить в рабочую повестку в 2021 году. Профилактика правонарушений и безопасность лиц в нетрезвом состоянии – основные задачи временного приюта – довод разрезвления при комплексном центре социального обслуживания. За 2020 год приют посетили более 700 человек. О том, как сотрудники центра помогают тем, кто выпил лишнего, расскажет Александра Литкова. Увидев сидящего на скамейке человека, сотрудники полиции решают проверить, все ли у него в порядке. В ходе беседы выясняется – мужчина пьян. Посадив мужчину в патрульную машину, полицейские везут его на медицинское освидетельствование, а затем, получив его согласие, в приют до вытрезвления при комплексном центре социального обслуживания. Больничная атмосфера, одноразовое постельное белье и камеры видеонаблюдения в комнатах. Помещений для отдыха людей, которые алкоголя выпили больше, чем рассчитывали, здесь две – мужская на трех человек и женская на двоих. Условия проживания здесь у нас скромные, предоставляется койко-место, также есть туалет, раковина, чтобы умыться, привести себя в порядок. В принципе, все. То есть, здесь люди спят, их здесь не кормят. При необходимости, а также у нас бывает, когда людей доставляют без одежды, либо с порченной одеждой. В длинном коридоре с агитационными плакатами за трезвый образ жизни расположены шкафчики для хранения личных вещей постояльцев. Человеку предлагается сдать на хранение все личные вещи, деньги, ценности в сейф, подопись, потому что зачастую случается так, что с утра человек может не вспомнить, что с ним случилось. Также выдается одноразовое постельное белье, человек располагается, за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение. В случае ухудшения состояния здоровья мы вызываем скорую медицинскую помощь, что также, в принципе, прописано нашим трехсторонним соглашением. Трехстороннее соглашение было заключено между комплексным центром Ненецкой окружной больницей и стражами правопорядка. Основная задача – оказание социальных услуг лицам в алкогольном опьянении, не нуждающихся в медицинской помощи, а также профилактика правонарушений. Это профилактика правонарушений, совершаемых лицами состояния алкогольного опьянения, а также, наверное, чтобы сами граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, не стали жертвами преступлений. Ну и еще одна самая главная задача нашего отделения – это то, чтобы в условиях нашей зимы, особенно в этом году, чтобы люди просто не замерзли. Отделение с названием «Приют до вытрезвления» открылся на базе комплексного центра социального обслуживания в октябре 2018 года. С тех пор здесь побывали более полутора тысяч человек. В эти цифры входят и те, кто поступал сюда не один раз. Выявляют данные правонарушителей, доставляют для установления личности в его управление. Затем, если гражданин дает письменное согласие, они доставляются в КСЦО и помещаются. Всего за 2020 год было доставлено в КСЦО 777 граждан, помещено 635. В январе было доставлено 42 гражданина и помещено в КСЦО 30 граждан. Постояльцами учреждения становятся не только лица без определенного места жительства, но и вполне приличные люди, которые попадают сюда в выходные или праздничные дни. Помочь здесь готовы всем. Напомним, появление людей в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – административное правонарушение. Подростки из Ненинского округа вновь смогут поработать в летний период. В центре занятости населения продолжается прием заявлений для временного трудоустройства. В 2021 году предприятие готово предоставить подросткам 700 рабочих мест. О своем желании трудоустроиться заявили уже 639 школьников региона. Как пояснили в центре занятости населения, каждый ребенок будет работать не более одного месяца. Поработать смогут дети в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и с сельской местности. Подать заявление можно по адресу город Нарьинмар, улица Смедовича, дом 9, корпус Б. Подростки, проживающие в сельской местности, могут направить анкету почтой. Также заявить о желании трудоустроиться можно через портал госуслуг. Добавлю, работа в летний период для школьников и студентов предоставляется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа». В прошлом году трудоустроиться смогли 973 подростка. 4 февраля считается Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодно в России выявляют более полумиллиона случаев онкозаболеваний. Историю, в которой оказался человек сильнее недуга, расскажет наша коллега Елизавета Кабанова. Диагноз онкология для многих звучит как смертный приговор. Да, рак действительно тяжелое заболевание, но его можно вылечить и таких примеров много. Летом 2014 года, отдыхаясь со своими детьми, Елена Кислякова обнаружила на теле уплотнение. И сразу заподозрила неладное. «Приехали, когда уже в Наринмар, тогда сходила в больницу. У нас онколога на тот момент еще не было. Сходила к врачу, соответственно, к гинекологу, поскольку грудь тоже гинекологи смотрят. Сказали, да, что-то есть. Отправили меня в больницу, в Архангельскую, для того, чтобы пройти обследование». После первого обследования ничего не было понятно. Но когда Елена Кислякова приехала уже осенью во второй раз, то врачи поставили ей диагноз – рак второй стадии. Сначала пациентку отправили в Архангельск. Но на тот момент в клинике не было лицензии на проведение восстановительных операций. Поэтому выбор пал на НИИ имени Петрова в Санкт-Петербурге. 15 января 2015 года ей сделали операцию по удалению опухоли. Первый курс химиотерапии Елена Кислякова проходила в Санкт-Петербурге. Остальные были сделаны в Наринмаре на базе окружной больницы. «Кстати, у меня, ну, бывает, спрашиваю, вот мне звонил кто-то и говорил, что боюсь. Мне вот сказали, что вот в Наринмаре нужно делать химию. Ну, ничего страшного. Химия – это на самом деле не что-то там ужасное, что-то страшное. Это, да, тяжелые лекарства, от которых бывают тяжелые последствия, но их вводят, как правило, внутривенно. То есть это обыкновенная капельница. Вы приходите, ложитесь, на несколько часов ложитесь, вам делают капельницу, она несколько часов капает. Ну, собственно, ничего такого страшного нет». По словам Елены Кисляковой, неприятные последствия есть не от всех курсов химиотерапии. В августе 2015 года у неё был ещё один курс лечения, который прошёл намного легче, чем предыдущий. Как признаётся Елена Кислякова, после первого курса у неё выпадали волосы. Но они также быстро отросли и стали даже лучшего качества. А вот с тошнотой она боролась особым способом. «Я, например, в дни после того, как сделают химиотерапию, я лежала там два-три дня, старалась не вставать. Холодненькое нужно. Например, очень рекомендуют лимончик заморозить, долечки лимончика, и вот сосать. Оно и кисленькое, и холодненькое, и оно помогает от тошноты. То есть, ну, есть способы, чтобы уменьшить вот эти вот все последствия и уменьшить. Ничего страшного в этом нет». Химиотерапия – это одна из основных методик лечения раковых заболеваний. Более того, перед тем, как назначить курс лечения, врачи делают специальный анализ, который показывает, на что конкретно реагирует опухоль, и уже на основе этого назначают препараты по специальным схемам и дозировкой. После химиотерапии Елена Кислякова прошла облучение, но, по её словам, перенесла это очень легко и без тяжёлых ощущений. «Ну и таким образом, вот если в январе мне сделали операцию, то к концу августа вот у меня вот это вот всё тяжёлое уже закончилось, и уже у меня появились волосы к тому времени. И в сентябре я начала ещё принимать таблетки, которые необходимы вот после такой операции, при таком заболевании в течение пяти лет. Вот в прошлом сентябре у меня закончился и этот уже курс». Курс лечения и восстановления у Елены Кисляковой занял восемь месяцев. Таблетки раз в день, по её словам, не были чем-то тяжёлым. В тот год она также продолжала работать. Единственное, провела на больничном 50% времени. В период лечения в Санкт-Петербурге она созванивалась с коллегами и получала необходимую информацию по почте. По её словам, работодатель должен входить в положение своего сотрудника. «Можно было просто не работать. Можно было всё это время сидеть на больничном. Но зачем, если я могу работать? И когда ты в коллективе, когда ты думаешь о чём-то кроме своей болезни, это гораздо проще, гораздо легче всё это переносится. Поэтому даже вот я бы посоветовала людям, если у вас не нужно вот думать, «Я бедненькая, мне тяжело, так вот это…» «Нет, ничего страшного. Вот чем позитивнее смотреть на это, тем легче это всё проходит». Елена Кислякова признаётся, ей было тяжело только в самом начале, как только она узнала. После приезда в больницу и увидев вокруг себя обычных людей, которые улыбаются и заботятся друг о друге, весь страх улетучился. Рак – действительно тяжёлое заболевание, но в последнее время его стали выявлять на ранних стадиях, что позволяет не только сохранить жизнь пациенту, но и максимально быстро вылечиться и продолжить жить дальше. В хоккее играют настоящие мужчины. В Ненецком округе стартовал 10-й сезон ночной хоккейной лиги. Игры проходят в четыре круга. Каждая команда должна по регламенту сыграть не менее 15 матчей. Затем встреча в плей-офф, полуфинал и финал. Победитель традиционно отправится в Сочи отстаивать честь округа. На льду встречаются хоккеисты команды «Арктика» и «Труд». Ночная хоккейная лига существует уже 10-й сезон. И Ненецкий округ принимает участие в ней практически с самого начала. Борис Зазуля играет в этом сезоне за «Арктику». Хоккеем спортсмен занимался в детстве, во взрослом возрасте решил возобновить тренировки. Моя команда не заявилась в этом году, это «Росомахи». И я играю за парней из «Арктики». Как оцениваешь шансы? Шансы у всех равны. Все ребята классно играют, все катаются, все уважительно. Хочешь победить, ты победишь. Максим Попов из команды соперников «Труд» уверен в силах своих товарищей. «Труд» два прошлых сезона был в лидерах, а это значит, принимал участие в играх в городе Сочи. Причем весьма успешно команда заняла второе место. Борьба сейчас немножко посерьезнее. Допустим, команда «Полярные волки». У нас всегда с ними соперничество. В этом сезоне они как бы более подготовлены. И борьба с ними всегда накал, напряжение, волнение. Свои коррективы в спортивный график хоккеистов ночной лиги сполна внесла пандемия. Тренировки начались только осенью. Однако к началу сезона спортсменам все-таки удалось войти в форму. У них было полгода подготовиться. Считаю, за это время они много наверстали. Игры пока что проходят хорошо. Борьба равная, результат непредсказуемый. В Ненецком округе уже прошел первый тур ночной лиги. В нем встретились команды «Труд» и «Полярные волки». Игра прошла в ничью 4-4. Второй матч между «Нефтяником» и «Арктикой» закончился победой «Нефтяника» 5-3. Первый матч у нас был зрелищный, очень зрелищный. Второй матч был тоже зрелищный. Не могу сказать, что не зрелищный. Команда «Нефтяник» ввелась еще после двух периодов 5-0. Ну и «Арктика» включила только играть в третьем периоде. Забила три гола. Могли еще забить. Там тоже было. В целом матчи проходят достаточно зрелищно. Единственный минус – из-за ограничительных мер присутствовать на них нельзя ни зрителям, ни болельщикам. Сегодня фаворит, конечно, это команда «Труд». Так как у нас в Арктике ветераны играют, там более постарше команда. Игры ночной лиги продлятся еще два месяца. Команда-победитель по итогам соревнований отправится в город Сочи защищать честь региона. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Оставайтесь с нами.